друзья всем привет сегодня буду снимать как сделать украшение для куличей ну также они подойдут прекрасно для тортов эти цветочки значит это будет французская меренга 2 белка взяла по весу в общем отделили и сразу взвешивается сколько по весу по весу меня получился получилось 70 граммов 70 граммов белка и в два раза больше сахара но из этих в два раза больше одну часть я взяла пудры 70 граммов и 70 граммов сахара и еще вот столичка взяла лимонной кислоты высыпаю сразу ее в сахар и еще вот такую малюсенькую щепотулечку сыпнуть сюда соли будем взбивать это все миксером сахар вот можно взять прям меленький меленький бывает же вот вот такой вот хорошо сейчас значит это все начну взбивать уже наверное сделаю без комментариев да просто смотрите наблюдайте белок с объем до бела до пышной такой пены и потом по чуть-чуть начнем ссыпать сахар в несколько этапов все поехали взбила вот до такого состояния видите какой устойчивый такой густой получился крем теперь венчики убираем берем сито и просеиваем пудру сначала половинку вот так вот взбивать мы с пудрой не будем все половину просеяли и аккуратненько лопаточкой эту пудру вмешали теперь просеиваем вторую часть и также вмешиваем и получается у нас хороший пустой крем сильно долго месить не надо вот размешали вмешалась она смотрите нет уже пудры вот и все так а теперь сразу вы уже наверное думаете какие цветы сделать да вот у меня по плану я хочу сделать розы должно отсадиться по густоте вот хочу отсадить лилии получится или нет не знаю вообще бы их конечно на конус вафельный они-то у меня есть вафельные конус но у вас то их нету правильно вот в чем проблема вы скажете а где же взять то где же я их возьму поэтому будем делать то что могут сделать все так и сразу отделяем по мисочкам в которых будем подкрашивать вот у меня из под сахара мисочка стоит тут так вот зеленых листочков насажаем красиво будет вот знаете что хотела еще сделать беленькие нарциссы но опять же думаю глазурь то белая и белые нарциссы да это есть только цветную глазурь делать какую-нибудь нежно-розовую желтенькую и белые нарциссы посадить тоже будет красиво ну собственно их по принципу лилий также можно делать так теперь подкрашиваем крема в нужные цвета подкрашивать буду гелевыми красителями несколько капелек так капельки 2 и достаточно кто-то скажет а у меня и красители не да вот многие спрашивают где взять краситель так вот это я хочу зеленым вот тут покрасить знаете набирайте в интернете купить гелевый краситель все куча интернет-магазинов вам выдаст поиск где можно их выписать раньше я выписывала знаете на каком сайте это не реклама ни в коем случае супермаркет для кондитера московский интернет-магазин где можно купить кучу всего начиная с планетарных миксеров и заканчивая всякими вкусовыми этими добавками разные там конфитюры наполнители вообще там море всего вот одно время я там брала вот так в общем подкрашиваем еще какой цвет и сделать хочется мне желтенькие сделать цветочки нежно-голубенькие какие-нибудь вот такой нежно-розовый будет не обязательно прям вот сильно-сильно месить его не надо доводить до жидкого состояния вот чуть вмешали и все а вот эти прожилочки белые они даже будут красиво смотреться так здесь подкрасим наверное желтеньким здесь голубеньким итак друзья отсадила образцы значит какие формочки формочки насадки мне понадобятся малая изогнутая роза вот такая вот у меня просто вот маленькая она такая только прямой нету прямая побольше роза насадка листик еще один листик только немножко уже другой видите как срезанные края чтобы отсадить листочки это у меня от пойдут для вот таких вот лилий а сами листочки я крем сложила зеленый в карнетик и сейчас просто напросто возьму вот кстати да если у вас нету вот таких насадок просто возьмите вот так сложите в карнетик и столько из хорошей бумаги которая не промокает например такой очень такой пергамент вот приплюснули вот так вот сделали и срезали вот так раз чтоб получился вот такой уголок вот все можно отсаживать листочки вот смотрите сюда можно отсадить красивый листик и все это высохнет и будет замечательно можно 3 листика и сюда один так ну вот так вот так 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 чтобы мне не мешало положу так еще надо будет гвоздик и вот такие бумажулечки нарезал это я уже отсаживала значит а вот это сделала для тычинок просто малюсенькую сделала эту срезала так что начнем начнем эти желтые лилии до в конусе бы они смотрелись приподнятыми лепестки эти а так они получаются плоские но когда вы их посадите на кулич все равно будет красиво так теперь отсаживаем три лепестка нижняя ой отсаживаю и вы ничего не видите вот я как всегда туда увлекусь а сюда не вижу что у меня телефон показывает вот три отсадили а теперь из середины еще три штучки шахматном порядке так вот эта насадка не айс у меня для для лилий тот листочек лучше тут получается такая вытянутая она немножко так ну а тут вот эти вот тычинки можно сделать вот такая вся желтенькая желтенько получается все аккуратненько стаскиваем на противень застеленный все-таки бумагой потому что снизу эти бумажон очки то в креме вот в этом и чтобы они противню не приставали нужно застелить противень бумагой так но теперь следующую сделаем голубенькую розочку нежненькую так опять да опять у меня одна и та же беда я тут увлекусь а там не вижу так но и листочки а лепестки отсаживаем тут чуть-чуть лепестки такие раскрыты получаются ну вот так и зелененьких листочков посадим вот так и все это высохнет и будет у нас красота так теперь сделаем что сделаем сделаем теперь лилью розовую чуть-чуть мазюкнули гвоздик прилепили бумажечку и собственно в таком же порядке отсадили три лепестка так и еще три лепестка сверху собственно точно так же отсаживаются и эти нарциссы только в серединке надо сделать такой венчик еще ну а у лилий можно сделать эти крапинки на лепесточках тоненькой кисточкой и черной краской и будет замечательно так что у нас осталось осталось у нас розовая роза пальцы в краске в креме но это не смотрим делаем конус такой вот и начинаем маленькие лепесточки как бы закрываем немножко серединку сначала а потом уже чуть-чуть приоткрываем вот так ну и листочки не забываем вот так ну вот так вот и отсаживаем все цветы так отсадила на бумагу выдавила черный краситель и вот такой тонюсенькой кисточкой делаю чуть-чуть вот такие вот немножко крапинки но это можете не делать если вам не хочется это делать это не обязательно вот духовка у меня уже нагревается на 70 градусов и включу конвекцию с конвекцией быстро не высохнут ну где-то с часок наверное послушаться может быть час-полтора вот так вот разрисовываю короче получается поинтереснее вот пестренькие такие у нас на улице такие реки слышите окно открыто прям это машины шумеют как корабли в открытом море по лужам так вот на таких на этих на тычинках можно тоже пятнышки поставить в общем разрисовываем все нарисовала пятнистые все стали теперь ставим сушить итак друзья все высохли наши цветочки смотрите какие они получились красивенькие вот эти уже крайние отклеила от бумажек все просохла значит сушились они у меня полтора часа с конвекцией вот и прекрасно просохли но если немножко сомнения но вот чуть-чуть там внутри кажется можно еще подсушить ну для надежности можно два часа чтоб постояли и все его такие прекрасные цветочки у вас будут для кулича готовы потом их можно сложить в какую-то коробочку такую чтобы не слишком плотно было это все закрыто бумажную коробочку и все и они при комнатной температуре будут прекрасно хранится прелесть вот такая вот будет у вас они хрупкие такие нежные они тают во рту вкусные безышки же это безышки высыхает и очень нежненькие получаются всего вот так три лилии посадить наверх красивенько будет листья еще листочки у меня там оставался немножко зеленый крем отсадила отдельные листочки вот такие просто так у меня тут уже противень еще в духовке стоит отключил но он там еще стоит вот такие вот цветочки можно сделать для украшения кулича вот на это все с вами была наталья всего вам самого-самого-самого украшайте свои куличи красиво всего всем пока кулича